Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Печально закончился концерт Ольги Бузовой и известного певца 90-х годов по имени Шура в турецком городе Стамбуле, куда они были приглашены для музыкального выступления. После двухчасового музыкального концерта, который Ольга Бузова и певец Шура дали перед эмигрантами и российскими туристами, известным артистам поступило необычное предложение. Известный турецкий бизнесмен из города Стамбула Мехмет Керес пригласил к себе во дворец Ольгу Бузову и певца Шуру для корпоративного приватного музыкального концерта и совместного ужина. Надо отметить, что 35-летний бизнесмен заплатил артистам хорошую денежную сумму и по данным прессы Ольга Бузова и певец Шура прекрасно понимали, с какой целью их приглашают во дворец. По данным турецких СМИ, во дворе Мехмета Кереза находились его друзья, которые вначале с удовольствием отужинали и прослушали концерт Ольги Бузовой и певца Шуры, ну а потом приступили к основному делу. Видеокамеры дворца турецкого бизнесмена зафиксировали некоторые моменты встречи Ольги Бузовой и певца Шуры с турецкими бизнесменами, однако их невозможно показать в прямом эфире из-за этических соображений. Однако, по словам очевидцев событий, истошные крики и жалобные стоны известных артистов еще долгое время раздавались из дворца турецкого бизнесмена. Несмотря на то, что Ольга Бузова и певец Шура получили значительные денежные суммы за так называемое музыкальное выступление, они подали заявление в полицию на турецкого бизнесмена. На данный момент дело находится на рассмотрении. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Антикоррупционный комитет сообщает, что замминистра обороны Тимура Иванова отказались отпускать под домашний арест в загородный дом на Рублевке. Мосгорсуд не принял его апелляцию и чиновник останется в СИЗО до решения суда до 23 июня текущего года. Команда Никиты Михалкова и Министерство культуры отклонила очередную петицию со стороны Максима Галкина с просьбой снять статус инагента. К слову сказать, что это уже седьмая попытка Максима Александровича избавиться от статуса предателя Родины. Сегодня четыре сотрудника организации по борьбе с преступностью и коррупцией Александр Розенбаум, Александр Панкратов-Черный, Дмитрий Харатьян и Александр Новиков прибывают в город Череповец для открытия филиала антикоррупционного комитета. На данный момент на территории Российской Федерации работают уже 52 подобные организации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.